вот друзья приехали мы на водопад молочный куда мы 20 лет назад не решились ехать ухты надо здесь где-то привстать на эту красоту надо посмотреть припарковали мы свой космолет и пойдем к подножию водопада какой он большой чтобы почувствовать дыхание водопада надо к нему подойти точнее пробраться как можно выше но сделать это здесь надо аккуратно много камней макс на сырые камни не вставать и куда вы так посмотрите как высоко полезли мои герои я конечно не решилась вот они уже до туда дошли все выше и выше поднимаются вот и все выше кошмар ну хватит куда еще то куда еще то они все выше хорошо здесь у водопада довольно таки прохладно а то мы были там там было 38 градусов очень душно и жалко я надеюсь дальше они не полезут ворота делают там фотосессию так ну что попробуем добраться побольше Ай-яй-яй, ничего себе тут по камушкам. Куда я залез с вами? А все, дальше уже вода, дальше вода. А впускаться-то еще сложнее, чем подниматься. Вот они теперь спускаются. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Друзья, ну что, побывали мы с вами на молочном водопаде, а сейчас мы едем на государственную дачу. На место отдыха руководителя Советского Союза Сталина, Хрущева и Брежнева. Вот так вот. Нам мало того, что мы запланировали сегодня поездку на озеро Рица, мы хотим это озеро объехать с другой стороны. Потому что, насколько я знаю, не все ездят в эти края, так как автобул доходит до самого озера, а дальше уже по желанию. Да, и дорожка здесь, наверное, еще во времена Советского Союза все-таки положено. Смотрите, как она сохранилась-то. Да я уж шучу, господи, конечно же, новый. Вот так интересно, объезжаем озеро на такой высоте. Вниз посмотришь, действительно, головокружительно. О, надо будет обратно, поедем, у нас озеро будет справа, нам будет парковаться удобней, чтобы поделать фоток. Красивых. Вот на своей машине. Да. А кто-то говорил, что на своей машине это не отдых, да, это если лежать, вино пить и весь день на берегу валяться в море. А вот так вот съездить, полюбоваться красотами, да еще вот у нас теперь есть возможность с вами, дорогие зрители, поделиться своими впечатлениями. Это вообще классно. Да, разъезжаться здесь, конечно, не очень удобно. Пусковато даже для легковых. И не везде съедешь. В некоторых местах асфальт такой высокий положили, что можно даже на рычаг повиснуть передней трапеции. Или правильно, на рычаге повиснуть. Да, вообще здорово. Мы всегда стараемся возможности нашего автомобиля использовать по полной программе. Друзья, ну что, проехали мы небольшой КПП. Въезд здесь платный 200 рублей с человека. Сказали, если вы хотите на экскурсию, вам проведут и экскурсию. Вот здесь вот еще бы не свалиться. И сказали, вроде как час где-то у нас есть. А время без 15,7 уже. Так, еще нам надо куда-то влево, вправо нельзя. Так, понятно движение с этой стороны. Друзья, ну что, мы находимся с вами на том месте, где... Разъезжаться. Да, и как вы тут разъезжаться, интересно. Мы уже уперлись в бордюр. Он просто поехал не по той стороне, потому что тут-то у нас было... У нас преимущество, потому что мы здесь должны ехать по одностороннему движению. Ну раз выехал, что теперь делать? Так, сейчас посмотрим, где отдыхали наши правители. Так, парковка. Показывает нам, что надо в кассу сначала. Проехать в кассу. Спросить, где касса-то. А где у вас касса-то? Прямо на округу касса, чуть выше. Хорошо. Ух ты! Ух ты! Классно. Классно. Так, а это... Рузин с рогом, с вином. Так, вот у нас касса. Машину дальше ставим? Так. Вот здесь, наверное, сейчас... Идите, все. А нет, давай мы туда проедем, встанем. Идем, молодежь, разминайте ноги. Идем, молодежь. Так, ну что, вот так эта дача выглядит снаружи. Сейчас посмотрим, как она выглядит изнутри. Говорят, там сейчас как раз началась экскурсия. Мы можем даже ее успеть догнать. Так, встречает нас стул. У кого спросить? Никого нет. Ух ты! Бильярдный стол. С мягкими диванчиками. Ванна полет. Журнальный столик. Вот такая спальная комната, я понимаю, с видом на озеро. Рицца. Паркетный пол. С мягкими диванчиками. С мягкими диванчиками. Ванна полет. Ванна полет. Ванна полет. Ванна полет. С пункта термос. Вода сутки не остывала. Сюда пригодили морскую лечебную воду. Так как Сталинник в море ни водя не купался. У него рука была сухая, но пожилия были повреждены. Он боялся утонуть. Вы так же самостоятельно с правой стороны смотрите ванную комнату. Ух ты, здесь окошко-то можно принять за дверь. Раз и вышел через окно. Оно чугунное? Да? Чугунное. Хм. Это чугунное? Да. Чугунное. Практически. Ребята, с малой комнаты проходим, мы вас ждем. Давайте продолжим. Ванкетный зал занимал обеденную зону, так как Сталин не любил посторонних запахов, кухни здесь не было. Кухня находилась на другом берегу озера, у молочного водопада. Вы его проезжали. Сюда привозили еду на катере, и только после дегустрации накрывали на стол. Сталин всегда выбирал место по середине, и он никогда не садился спиной в пульс, чтобы наблюдать на происходящем. На улице находилась охрана. Охрана составляла около 300 человек. В случае вызова охраны предусмотрены кнопки вызова позади вас третья кнопочка снизу. Эти кнопочки предусмотрены в каждой комнате. Также во всей даче висит всего лишь одна люстра. Так как Сталин не любил много яркого света, у него была оспа на лице. Но в каждой комнате предусмотрены бра. Вот такие вот светильники. Слева от меня рояль 19 века. Был привезен из Дениго, Дворца, Дереза и так далее. Здесь вся мебель в оригинале, без рестабрации. Как осмотрите вам детский зал, пожалуйста. Все проходим дальше за мной. Спальную комнату просмотритесь. Кто-то позвонил в колокольчик. Куда пошел-то? Продолжение следует... Ребята, не стойте ухода. Проходите сюда, можете прийти. Миш! Все прошли? Давайте продолжим. В доме три спальни все сталинские. Две кровати из-за матрасов. Матрасы были лечебны, сделаны специально на заказ из морских водорослей конского волоса. В 46-м году матрасы в спальную кровать не делались, поэтому кровати раздельные. Сталин Мукданович переложился с одной стороны на другую, так как форма матраса менялась. Мебель выполнена из грецкого ореха. И в каждой комнате присутствует зеленый цвет. Это любимый цвет. Сталин называл его цветом жизни. Также позади вас телефон сталинских времен и часы брежневских времен. Еще рабочий, который занимался этой комнатой, он решил оставить от себя такое некое воспоминание. Смотрите, обратите внимание, пожалуйста, за счет расположения бра по середине образовалась в одеяле без шахмата. Видите, белый тень по середине? И по бокам в виде коней. Это все за счет падения света и за счет выреза в углу занятия. И с этой стороны тоже самое. Эти фигуры только в этой спальне, в других двух спальнях таких фигур нет. Пока смотрим в спальню, все проходим дальше за мной, в порядок. Спасибо. Кто не осмотрел, пожалуйста, как осмотритесь, все проходим в коридор. Обычно здесь прохладно, но, видимо, может быть, зарпу тоже будет. Кто не осмотрелся, пожалуйста, как осмотритесь, все проходим в коридор. Здесь получается две спальни, банная комната и целом изел. Так все четыре комнаты осмотрите, проходим все сюда ко мне. Так, еще одна ванна. Краны уже, по-моему, современные. Смотри, тут полуточка работает. Все тут рабочие. Да, ванна, конечно, не метр семьдесят пять, всего лишь полтора. И кушетка. И везде кнопки вызвал, да? И везде. Можно нажать на кнопочку сейчас. Ага, сейчас приду. Прибежит тут же охрана. А это уже туалет. Там ванная комната. Здесь уже кран-то совсем современный. С тех времен уже не сохранились кран-то. Работает. Работает, конечно. Здесь спальня. Сталин мог за ночь поменять все три спальни. У него при полном возрасте была мания преследования. За счет двери в комнатах, которые ведут к балкону, получается, он ходил вот так вот по кругу и за ночь менял все три спальни, потому что он не доверял даже своей охране. В доме нет кабинета, но в каждой комнате предусмотрены маленькие письменные столы. Также в доме Малайзия Траус Сталин не любил свое отражение. Он был очень закаблицованным человеком. Также он был низкого роста, метр пятьдесят семь, по нашим данным. Слева два спальни. В этой спальни неоднократно отдыхал первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзенба. С 1994 года это действующая резиденция в Республике Абхазии. Это уже по государственной даче. Но на тепле давно уже никто не остается. Сам Сталин был здесь всего лишь пять раз. Приезжал летом на две недели. Все стекла в доме из горного хрусталя. Они пропускают мало ультрафиолета. Славь, придем сюда по кончкам, расскажу про фасад. По с виду вроде простое стекло. Две фасады, пусть выбранцы или маскировки, даже наша крыша была ли? Что такое? Что такое? Что такое, пожалуйста? Что такое? Ну что, давайте продолжим? Тебе фасады, пусть выбранцы или маскировки, даже раньше крыша была из зеленого цвета. До 70-го года, с птичьего полета, не видно было дачу. Она полностью сливалась с местностью. Даже сейчас, с параллельного берега, не видно дачу. Виден только причал. Причал 70-х годов. Еще есть катер 50-х годов. Он до сих пор в рабочем состоянии. Стали проводил на нем прогулки по озеру. Также у нас за мостом гидроэлектростанция. Салинских времен, мы по сей день получаем оттуда электричество, вертолетная площадка. И сауна 70-х годов была построена при Брежневе. Но за мост проходить нельзя. Слева от вас геранда. Стали любил там отдыхать и любоваться красотой природы. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Вам приятного отдыха. До свидания. Всего доброго. До свидания. Пожалуйста, до свидания. Так, зайдем на гаранду, где он отдыхал. И фонтанчик. Да, уже вечереет, уже темновато. Воспоминец. Субтитры делал DimaTorzok. Добавил субтитры. Воспоминец. Воспоминец. Продолжение следует... Эх, ничего себе! Вот это рыбка! Это форель? Ничего себе, какая рыбка здесь плавает! Да, я уже ее видел, как раз я ее и снимал. Ребятки, как впечатление? Прекрасно, успели на конец. Да, мы прям вот, как всегда, на последнюю ступеньку уходящего вагона последней электрички. Ну что, прогуляемся по аллее, где ходили наши высокопоставленные лица. Сталин, Брежнев. Ну как мы сюда поставим? Мой мостокик через горную реку. Тут вон даже есть качель, прям над водой, чтобы так взлетать. Беседка вечерняя. Ну почему же вечерняя, она круглосуточно. Нет, не закрыта качель. А качели плавают. Вот так вот. И купание здесь запрещено. Так, входа нет. Ну что ж, из-за того, что время уже вечернее, на часах-то у нас десять минут восьмого. Давайте поторопимся, а то мы сейчас еще серпантином-то уже ночью пойдем обратно. А нам еще по серпантинам еще границу пересекать. А там, наверное, опять будет очередь. Вон еще до Каменного моста сейчас дойдем, посмотрим. Вот такая вся дача под цвет листвы. Маскировочный халат. То, что Сталин любил зеленый цвет. А его вот с той стороны, эту дачу, и не видно. Вот со смотровой площадки, куда привозят автобусы. Через озеро смотришь, ее здесь и нет, как будто. А на самом деле мы до нее сегодня доехали. А тут немножко уже камушки раскрошились. И я чуть-чуть не упал. Фода нет. Но на мост-то можно подняться, а дальше уже, дальше не пройдешь. Справа у нас горная речка, бегущая с гор. Бурная речка. Дальше почему-то входа нет. Гулять не разрешается. И эта речка впадает в озеро Рица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, какая красота здесь вокруг дачи, вековые деревья, сколько лет они здесь росли. И здесь вот миниатюрный такой фонтанчик с орлом. Даже их два тут. И, наверное, еще это с советских времен, потому что плитка такая синяя. Раньше под фонтан ее стелили. Ну что ж, жаль, конечно, покидать такое интересное место, но надо, потому что на часах уже 20 минут 8, а впереди еще столько километров до по серпантинам. Субтитры сделал DimaTorzok